Я рада всех приветствовать. Спасибо, что вы с нами сегодня. К сожалению, время наших замечательных посиделок в клубе Серенгипеде осталось в докоронавирусном прошлом. Сегодня вот у нас шанс собираться только, скажем так, сообразно нашей теме в метафизическом измерении друг с другом. У нас замечательная тема. Сегодня метафизика – место о христианском армянском наследии. НИФА Хабалбании. Наш основной докладчик – Хайка Курпиан, кандидат исторических наук из Матена Дарана. Я благодарю Хайка за его согласие прочитать замечательную лекцию и поделиться с нами мыслями о христианизации, по сути говоря, деарменизации христианского наследия и, может быть, развеять множество НИФА Хабалбании. Но прежде чем мы перейдем к лекции, я тоже скажу небольшое вступительное слово. Оно будет касаться того, как происходили эти процессы, что послужило их инициацией. Все эти процессы и деарменизации, и деиронизации культурного наследия в регионе, они связаны очень жестко, очень плотно с процессом кристаллизации азербайджанской идентичности. Начались они не сегодня и не вчера, а, в общем-то, давно. Но фактически еще в советскую эпоху, может быть, на заре кристаллизации азербайджанской идентичности, де-факто с того момента, как была внесена во всесоюзную перепись населения графа азербайджанец, произошло это в 1939 году, если не ошибаюсь. И вот с этого момента обеспечения, так скажем, автохтонности для титульной нации, новой титульной нации, оно сопровождалось посягательством на культурное наследие практически всех коренных народов, населявших вновь созданную Азербайджанскую республику, Азербайджанскую СССР тогда. Понятно, что молодой республике необходимо было обзавестись всеми релевантными атрибутами, не только вполне себе визуальными, типа герба или флага, но и, скажем так, соответствующей метафизикой от древнейшей истории до соответствующего культурного наследия. Ну, об этом еще замечательно писал Шнирельман в «Войнах памяти», наверное, отмечая, что в 1936 году Азербайджан получил статус полноправной Советской Социалистической Республики, ему понадобилась своя особая история, позволяющая дистанцироваться и от остальных тюрков, чтобы не прослыть очагом пантюркизма, а в конце 30-х годов признание родства тюркских языков объявлялось пантюркизмом иногда, и от шиитского Ирана, чтобы избежать обвинений в панасламизме. В то же время, в соответствии с советской доктриной, проявлявшей особую нетерпимость, условно говоря, народным пришельцам, азербайджанцам был остро необходим статус коренного народа, и это требовало доказательства автохтурности происхождения. Конец цитаты. Это слова Шниреля. Безусловно, вы знаете, можно говорить о том, что происходило, вот начиная с 30-х годов. Присвоение иранских культурных элементов, безусловно, несколько осложнялось тюркоязычием, что, впрочем, не мешало при имперской поддержке, например, сделать азербайджанским великого иранского поэта Низами Генжеви. В свое время с размахом было отмечено 800-летие поэта, а в дело его азербайджанизации, увы, были вовлечены выдающиеся советские иронисты по главе с Бертельсом, чей академический вклад в изучение иранской культуры трудно переоценить, и ни в коем случае не подлежит к какому-то переосмыслению или пренебрежению. То есть это, безусловно, один из выдающихся академических ученых. Но вот то, что элементы академической науки были использованы в политических целях, тут совершенно очевидно. И несколько лет назад мы издали книгу, которую можно найти онлайн. Авторы ее, один американец, другой канадец, иранского происхождения. Сеаваш Лорнеджад. И, если не ошибаюсь, сейчас я вспомню. Сеаваш Лорнеджад. Книга называется «On the modern politicization of the Trojan poet Низами Генживи». Речь идет о политизации этой фигуры в Азербайджане, прежде всего. Я должна сказать, что замечательная книга тем, что оба автора работают с текстом Генживи. То есть это не просто, скажем так, спекуляции на тему, кем был Генживи, а это работа с его текстом персидским. И вот на основе текста, на основе анализа очень многих элементов текста авторы очень четко доказывают, что это был за поэт, кем он был. Собственно говоря, для ученых, для академической науки все эти вопросы, они вообще не релевантны. Если я сегодня буду говорить об Албании или о Низами, с моими коллегами из Европы, из Америки, эти вопросы даже ставиться не надо. Но, к сожалению, в нашем пространстве, вот в русскоязычном, в постсоветском, назовите его как угодно, отголоски этого будут еще очень долго, потому что вот есть элементы, которые были подхвачены в постсоветскую эпоху, в частности Азербайджаном, и стали как бы важным маркером уже в выстраивании азербайджанской идентичности. В постсоветский период. Очевидно, что вот средневековая гянджа, она была, в общем-то, местом рождения для огромного количества выдающихся фигур. Поэтов, историков, философов, например, Джамал Алидзин Халил Ширвани в своей антологии персидской литературы 11-13 веков пишет о 115 поэтах из северо-западного Ирана, под которым он подразумевает Азербайджан, безусловно, испонный иранский, Ширван и Аран, то есть провинции исторические, которые соответствуют географически нынешней республике Азербайджан. Так вот, из этих 115 поэтов 24 были только из гянджи. То есть незамение гянджи-ви это не просто выдающаяся фигура, но это еще часть целого культурного феномена средневековой гянджи и шире кавказско-иранской культуры. Ну, нет необходимости говорить, что в эпоху гянджи-ви, в XII век, да и раньше, и позже, в определенный период, тюркоязычный элемент, он был абсолютно в зоне культурной периферии, скажем так, в регионе. Ну, это лишь один из примеров, к которым я отношусь, к которым я обращаюсь. Значит, говоря, не знаю уж, как там повезло поэтам, но, пожалуй, в гораздо меньшей степени повезло народам, населявшим Азербайджан, в частности, иранским народам, прежде всего, талышам, таты вообще послужили, прямо скажем, тем генетическим субстратом, из которых выкристаллизовалась азербайджанская нация. Тюркизация татов шла очень активно, и сегодняшний азербайджанец в своем, ну, скажем так, большинстве, это, конечно же, тюркизированный тат. Талышам повезло чуть больше в том плане, что они сохранили очень устойчивую идентичность, талышскую идентичность, тоже, будучи ираноязычным народом, сохранили язык, историческую память, основы такие, самосознания очень мощные. Тем не менее, еще в советский период, во время проведения переписей населения, мы наблюдали поразительный спад в упоминании количества талышей. дошло до того, что, по-моему, в одной из переписей 60-е годы, данные эти тоже есть в одной из изданных брошюр «Ведение в историю культуры талышского народа», ее тоже можно найти онлайн, со всеми соответствующими ссылками на архивные источники, которые тоже стоят онлайн по переписям населения. Так вот, в одной из переписей населения было указано количество талышей 86. 86. Ну, чтобы понять, насколько это абсурдно, по самым консервативным оценкам ни моим, ни армянских ученых, так сказать, объявляют это для пущей объективности. Количество талышей, проживающих в Азербайджане, повторюсь, по самым консервативным оценкам, это 1,2 млн. В 90-е годы, когда Азербайджанской республике было не до жестких мер безопасности, тогда еще там работала группа западных ученых, которая проводила и переписи, и изучала талышей, и ссылки на эти работы также есть, они тоже стоят в открытом доступе онлайн. Ну, как я уже сказала, присвоение иранских культурных элементов несколько осложнялось туркоязычием, но это все-таки не мешало, так сказать, азербайджанизировать сугубо иранноязычный элемент. Все это было связано, безусловно, не только с попыткой внутри империи создать нужную идентичность азербайджанскую, придать ей нужные маркеры, но и с попытками самого азербайджанского народа, так сказать, найти свои корни. Поиск этот шоу во множественных направлениях, там помимо Албании была и Нития, и что угодно. Вот поделюсь с вами таким коротким опытом, интересным. В свое время, вы помните, несколько лет назад очень был актуализирован вопрос Персидского залива, который вдруг начали усердно называть Арабским морем. В связи с этим Министерство иностранных дел Ирана провело очень интересную выставку, на которой мне довелось присутствовать. И на ней были представлены карты с древнейших времен и до, скажем, позднего Средневековья. В фокусе этих карт, конечно, был Персидский залив. Но когда карты касались региона чуть более широкого, чем, скажем, собственная региона Персидского залива, на каждой из этих карт мы вот сходили и рассматривали просто чисто исторически было интересно Армению и окружающие ее земли в разных своих границах, в разных статусах. И на этой же выставке была группа из Азербайджана политических деятелей или ученых, я сейчас затрудняюсь сказать. И в своих обсуждениях они все время апеллировали к Мидии, к Албании, ну к чему угодно. То есть это был такой наглядный, абсолютно вот наглядный пример активного поиска корней, к чему себя привязать. Я, в общем-то, не вижу в этом ничего страшного. Как я не вижу ничего страшного и в том, что народ молодой, как говорится, искусственное гособразование это, в общем-то, нередкое явление на карте земли, как молодые народы и искусственные народы, берущие, не дающие названия своему гособразованию, а берущие от его названия, то есть в этом ничего страшного нет, если не постигать, конечно, на культурное и историческое наследие автохтонных. Сложнее в Азербайджане было с христианским наследием, азербайджанизировать которое не представлялось возможным даже вот путем проведения всенародных мероприятий, как по препятствием для вот этой всеобщей азербайджанизации пространства стали, безусловно, памятники армянской христианской архитектуры. Храмы, хачкары, эпиграфика и так далее всем тем, которыми край изобиловал настолько, что уничтожить их бесследно было бы невозможно. Во всяком случае в советский период, потому что в постсоветский период мы очень хорошо помним совершенно жуткую сцену, такую удлиненную, растянутую во времени уничтожения огромного комплекса хачкаров на Хичеване, запротоколированную во многом благодаря иранцам, которые снимали весь этот ужас с другой стороны границы. Но никто за это не ответил и, безусловно, такое варварство воодушевляет на дальнейшее варварство. При этом, при том, что азербайджанизировать вот так напрямую христианское наследие было невозможно и как и уничтожить его полностью, именно древнехристианский класс мог как бы обеспечить нужный сегмент древней истории Азербайджана, решающий проблемы автохтонности и, соответственно, как бы исторического права на данную территорию. Главным препятствием всеобщей азербайджанизации, конечно, стали, как я уже сказала, храмы Хачкара и Панк-Пеграфика. И уже в середине прошлого века начались первые попытки работы по переатрибуции всего этого наследия. То есть, если не сделать их азербайджанскими, то, по крайней мере, сделать их, ну, сейчас Хайк об этом расскажет более подробно, албанскими, поскольку албанцы, древние албанцы, не представляют такой, это стратические угрозы существования Азербайджана, как вот современные армии. И не имея собственных кадров, надо сказать, Азербайджан тогда привлекал, ну, условно, скажем, специалистов из разных частей СССР. Один из них Ямпольский, отец-основатель соответствующего направления уже науки для разработки и обоснования откровенно-одиозных в Якутии. Ямпольский подвергался жесточайшей критике со стороны академических ученых. Но тем не менее работы вот таких специалистов имели, по крайней мере, внутриазербайджанское хождение и были рекомендованы для подготовки местных историков. Но традиция эта укрепилась и в наше время даже серьезно расширила границы до постсоветского пространства, так в силу общего упадка гуманитарной науки, так и благодаря всепроникающей корней дипломатии азербайджанского государства. Но я хочу подчеркнуть, академическая наука, прежде всего западная, но не только, и в России ведь она существует, несмотря на то, что в медиаполе высказывается все, что угодно. Вся эта академическая среда она оставалась в дне поля лженауки азербайджанской. Так что выдающийся азербайджанский албамист Пареда Мамедова и подобные ни коим образом никогда не являлись источником ссылок в международном научном измерении. Вот то, что я сейчас говорю, вообще очень тривиально с точки зрения науки. Мы вынуждены озвучивать это в очень упрощенной форме, исключительно в силу вот этого агрессивного распространения лженауки на огромном русскоязычном пространстве на разных медиаплатформах по телевидению и так далее, и так далее. Более того, вот я говорю, что Пареду Мамедову не надо цитировать, скажем, да, но столь же активно звучат такие голоса из Азербайджана, что армянские ученые не могут быть объективны в этом вопросе. Ну, предположим, мы очень хотим избежать ссылок на армянских авторов. Вы знаете, я вот вчера, размышляя о нашей встрече, я вспомнила фразу Василия Ивановича Абаева, замечательного, выдающегося советского ирониста, если я не ошибаюсь, она принадлежит ему. И он сказал о том, что рассуждать об Абесте, не упоминая при этом скифов, все равно, что говорить о войне и мире Толстого, не упоминая французов. Я бы вот продолжила эту фразу, рассуждать о Кавказской Албании без упоминания армянства, армянского раннего христианства, армян, и в том числе академической науки армянской, которая родилась не сегодня, у нас есть труды армянских ученых по албанистике, напечатанные в Европе еще в XIX веке. Это также нелепо, как рассуждать вот об Абесте без скифов или о войне и мире без французов. Я еще раз подчеркну, речь должна, мы не должны играть в науке, по крайней мере, в равноудаленность, в псевдоравенство ради некой объективности. Для того и существует академическая методология и академическое пространство. Если вы сегодня откроете труды по албанистике, я это говорю прежде всего для студентов, которые тоже к нам присоединились, ни в коем случае не, так сказать, обращаясь к ученым, которые это прекрасно знают, по албанистике в энциклопедии Раники, в любых других таких базовых фундаментальных изданиях, европейских авторов, все они ссылаются и на армянские первоисточники, и на армянскую академическую мысль, что совершенно закономерно. Почему мы сегодня обращаемся к этой теме? Новые реалии, которые возникли в результате азербайджанской агрессии, неизбежно приведут к более агрессивной политике Баку в плане деарменизации культурного наследия на захваченных территориях. Я не исключаю, что возможно, стремясь сохранить лицо азербайджанское руководство, воздержится от свойственной политики вот такого прямого уничтожения армянского наследия. Но деарменизация однозначно примет широкий размах, о чем уже говорят ряд заявлений официальных лиц, которые делают упор на то, что азербайджана по праву перешли культовые сооружения Албана и Удинской церкви. Я на этом остановлюсь, хотя тема большая и широкая. Об Удина, Удина это отдельная тоже тема, как мы знаем, они были достаточно органичной частью армянства, я говорю о современных Удинах, и оказавшись в очень уязвимой ситуации в Азербайджане в 80-х, 90-х годах прошлого века, им пришлось дистанцироваться от армян, безусловно, сменить там фамилии армянские, имена, которые они носили. Многие из них были чадами армянской апостольской церкви. Я уже не говорю о том, что это органичная часть и армянской истории, Удины дали армянскому народу деятелей культуры, науки, выдающихся военных, их вполне можно было характеризовать даже как суббитическую группу армян. Герой савдарападской битвы Мавсес Теликян, прославленный герой армянского освободительного движения Саркист-Туркинян, Удины оба однозначно бились за свой армянский народ против турок, но голову бы не пришло дистанцироваться от этой, так сказать, армянской среды. Армяно-Удинские Ну, то есть сегодня Удины в Азербайджане это такая вот, скажем, визитная карточка Азербайджана в плане декоративного отношения к христианскому меньшинству в стране. Это то, что это витрина такая искусственная, которую показывают, пытаясь доказать лояльность к христианам в Азербайджане. Ну, мы знаем, что для этого это тоже политизированный вопрос, и Нехребан Алиева будучи почётным там послом ЮНЕСКО, чего только не делала, и, если не ошибаюсь, восстанавливала древние христианские пещеры, за что получила орден Папы Римского. Ну, тут, конечно, очень легко любить очень древних христиан, поскольку с ними не возникает вообще никаких проблем, очень сложно жить с христианами современными. Я останавливаюсь на этом и передаю слово Гайку Купяну, чтобы мы действительно перешли уже непосредственно к тому, ради чего мы собрались, и только маленький анонс, что через неделю мы встретимся на таком же мероприятии с арабистом, профессором института востоковедения РАО, Аршаком Паладяном, который был долгое время послом в Сирии, более 10 лет, и сейчас посол в Алжире, и он расскажет нам о проблеме боевиков, вовлечении боевиков и в Сирии, и здесь у нас в Закавказе в боевые действия. Спасибо большое за внимание. Гайк, добро пожаловать. Спасибо вам большое. И вам спасибо. Спасибо, дорогая госпожа Ракелова, спасибо господина Сатриан за эту площадку. Тема очень деликатная, особенно деликатная в связи с последними событиями. Она очень актуальная. азербайджанцы не дают, чтобы мы эту тему исследовали и про эту тему говорили с точки зрения чисто науки и историчности. Я буду говорить, так как я не албанист, а армян я буду говорить с точки зрения армян ведения. Постараюсь привести источники не армянские, чтобы, как говорила госпожа Ракелова, казаться более объективным. Многим из вас, вероятно, то, что я буду говорить, уже известно. Про Кавказскую Албанию или Ахванг писали не только армянские историки, особенно про дохристианскую Албанию писали античные источники. Насчет границ и насчет принадлежности Арцаха и Утика очень важно понять и знать, что река Кура изначально была и естественной, и государственной границы между исторической Арменией и страной Кавказской Албании. На береже реки армянская провинция под названием Утик или Олтена, а рядом с Утиком Арцах, нынешний Нагорный Карабах, конечно, исторически она более большой была. Астрабон пишет, что до похода в гне Помпея Албанию населяли 26 племен, каждая из которых имела своего царька и говорила на своем языке. Албанские племена, согласно Амансийскому географу, жили в плодородной стране между Иверией и Каспийским морем. Это были примитивные земледельцы и скотоводы и умеющие считать только до ста, как говорит первоисточник. О расположении страны у того же автора говорится более определенно. Они живут между Иверицами и Каспийским морем. На востоке их страна прилегает к морю, а на западе граничит с Иверицами. Что касается остальных сторон, то северная окружена Кавказскими горами, а последнюю сторону образует Армения, граничащая с ней. Эта сторона частично представляет равнению частично же гористых астронавтов, подобно Камбисения, где армяне граничат одновременно с северицами и албанцами. Как вы уже поняли, это авиан поход Александра и Страбон география. То есть античные авторы четко говорят и про границы, и про Армению, и, конечно же, и про иверицы. По свидетельству тех же античных наблюдателей, албанские племена уже в начале первого века сумели объединиться. И столица, как многие знают, была город Капалак, Капагак или Кабала, руина которая сейчас находится у удинского села Ниш. Стоит отметить то, что про Кавказскую Албанию, конечно же, говорили армянские первоисточники, Майси Харинский, писали армянские историки, как Тиратьян про Ервандиты и Армения в своей статье, а также про данную информацию нам говорит Моисей Каланкатуйский или как считает Моисей Дасхуранцы, так считает например доктор исторических наук Александр Акупиан, что мне тоже ближе с научной точки зрения. Мы не будем углубляться в дохристианскую историю Кавказской Албании, так как я не специалист данного периода. Мы будем говорить как Албания приняла христианство. Все знают общеизвестный факт, что Армения первая страна, которая на государственном уровне приняла государственную религию христианства. Официальный год 301 год и от руки Григория Просветителя, сына Аннака Парфянина, который убил отца Тертата или Теидата III. Он спас после казни своего отца царя-убийца в пределах Римской империи и стал там проповедником новой религии. Царь страны Тертат III Великий, сын убитого Хосрова Хосрова послает его, когда уже решил принять христианство как государственную религию, в Кисарию Каппадокийскую для рукоположения епископа. Тут надо отметить очень важный факт, что свита у будущего католикоса, который был рукоположен в Кисарии состоял из 16 влиятельных армянских нахараров или князей. И согласно одной из версий источника также из царей стран-сателлитов Албании, Иверии и Лазики. В 13 из этих князей был князь Утийский, Утеацы. К счастью, эти сведения сохранились, что дает нам уверенно сказать, что, например, Утийская провинция была частью Армении. Про этнополитическую историю Восточного Кавказа 3-6 веков можно, например, посмотреть диссертацию Семенова, защита которой состояла в 2002 году. Всем вероятно известно, что северо-кавказские племена, а также племена, которые населяли Кавказскую Албанию, очень часто приходили набегами Великую Армению, грабили, убивали, захватывали что-то. И, конечно же, после принятия христианства как государственной религии, политическая и духовная элита Великой Армении вероятно посчитала, что надо обратить албанцев тоже к христианству, чтобы избежать этих набегов, чтобы страна соседняя была более дружественной и единоверной. Вот первые, кто поехал в Кавказскую Албанию для распространения христианства, это был епископ Григорий, внук Григория Просветителя. И он, конечно же, принял мученную смерть от царя москутов Санатрука. В конечном итоге албанский царь Урнайф в 370-х годах принял христианство как государственную религию, которая уже успешно распространялась в стране. Согласно армянским источникам, они были крещены в реке Арацаны, то есть пришли со своими князьями, людьми, войском и были крещены в реке Арацаны, что напоминает, конечно же, историю крещения армянского народа в 301-м году, потому что армяне тоже были крещены в реке Арацаны. И после принятия христианства Кавказская Албания в духовном и политическом плане была вовлечена в орбиту Великой Армении. В начале V века для более успешного распространения христианства, потому что некоторые районы по армянским источникам были еще язычниками, Месрок Маштоц создал армянский алфавит. И так как албанская церковь была, не была никогда автокефальной и была в составе армянско-апостольской церкви, конечно же, возник вопрос и албанизации литургии албанской церкви, чтобы все эти ритуалы велись на местных языках. Насчет автокефальности албанской церкви нет никакого упоминания того, что церковь вся была самостоятельна. Есть множество упоминаний того, что она была под владычеством армянской апостольской церкви, католикосы часто назначались армянскими католикосами и эти первоисточники от них не только армянские. Так, согласно армянским источникам, без них, как говорила госпожа Ракелева, никак, если мы говорим про Кавказскую Албанию. Месрок Маштоц с иереем албанцем Беньямином в V веке после создания армянского алфавита создали и албанский алфавит для племени гаргарийцев. Царь тогда был Арсвален или Ессвален, а католикос тогда албанский был Еремия или Еремия. Так вот, после создания албанского алфавита была создана благодатная почва для распространения христианской идеологии. Но страна же была многоплеменная, не как Армения. И это даже видно из титулатуры албанских католикосов, которые выражают именно это разнообразие. Католикос Албании, Лапинка и Чора. Албанский насчет албанского алфавита и перевода на местные языки христианской литературы можно уверенностью сказать, особенно после того, как на полуострове Синай в храме монастыря Святой Екатерины нашли грузинский палимсест, который перевели с удинского, то есть алфавит был албанский, а язык, на котором писали, был удинский. И даже в тех местах, где использовались церковные термины, например, архимандрит, по-армянски вархапет, так как не было в албанском языке аналогов, то использовали это же слово, вархапет, только своими буквами. То есть на албанском, не на удинском, а на албанском языке? Этот полинсест был переведен с удинского, то есть албанский алфавит, который был создан масштодцем и архимандритом албанским Бениамином, ну, перевод Алексидзе и других авторов, конечно же, был то есть они использовали удинский язык для перевода алфавита. Для расшифровки, не для удинский, а для расшифровки использовали удинский язык. Удинский был основой для расшифровки, для расшифровки, а не для этого, не с удинского. Спасибо, да, для расшифровки. Наиболее трудными, по-моему, в Албании были усилия по переходу к общему литературному языку, потому что страна была, как уже сказал, многоплеменной, разноязычной, и разные восточно-кавказского языка группы говорили довольно далеко от отшедших друг от друга языках. Я хотел бы в нашей беседе упомянуть и про археологические находки. Есть одна замечательная статья Кудрявцева и Гаджиева «Погребальные памятники Дервента поздне албанского времени». Тут мы переходим к нашему интересующему вопросу, потому что под поздний албанский период данные авторы подразумевали V-VI век, максимум VII век, что с исторической точки зрения подтверждается и другими источниками, потому что уже VII-VIII века начинается исламизация албанских албанских племен и ассибилияция некоторых албанских племен в речи с грузинами. очень важно, что археологические раскопки и источники подтверждают то, о чем я уже говорил, про то, что Удина уже в X веке в Веретии приняли грузинство и вероятно, сего стали грузинами и продолжил свою мысль о том, что вероятно, некая часть и в кавычках армянских Удин тоже потеряла свою национальную идентичность. Как уже говорила госпожа Аракелова, Удинов армянских Удин можно считать и субкультурой. Но что касается ассимиляции этого бедного народа нужно также обозначить в XVIII веке. Огромный урон этот народ потерпел, когда усилиями местного мелика или хана Гааджи Чалеби добровольно и насильственно было обращено в мусульманство почти 15 тысяч жителей в более чем 30 деревнях Шакильского ханства и которые утратили свой язык и пришли на лезгинский и тыркско-татарский. Исламизация некоторых урдинских сел была отмечена и в конце XVIII и начала XIX века. Во всех этих деревнях остались руина 122 церквей древних кладбищ и хачкаров, потому что местные удины были армянской верой, были чадами армянской апостольской церкви и, конечно же, им тоже было присуще строение хачкаров. Малочисленная часть удин, около 10 тысяч человек в XIX и XX веке сохранили свою национальную самобытность и говорили на своем родном языке в селе Ниш в Архашен и Октонбейли. То есть это Армения, Азербайджан и Грузия. Таким образом, племена Албании к IX и X векам по своей религии были разделены на две группы христианскую и мусульманскую. Исламозированные албанцы в основном стали союзниками господствующих арабских эмиров и во многом были вовлечены в сферу Ирана арабской культуры. Все эти сведения можно узнать у Киракоса Гандзакетси «История Армении». Если я не ошибаюсь, оно переведено и на русский язык. Насчет деармонизации армянского наследия. Один из аргументов азербайджанской стороны то, что очень много в местной эпиграфике и в калафонах рукописи, которые переписывались или писались скрипторами много имен не армянских. исландских. Ну, это связано, конечно, со многими историческими факторами и предпосылками. Про это пишет Нина Гарсоян, про это пишут и другие иностранные специалисты. я скажу лишь то, что у армян, которые были под владычеством разных исламских правителей, часто были два имена. Имена имя крещения и имя, которое использовалось во вседневной жизни. и часто эти имена были не армянские, исламские. Хочу лишь добавить, что очень много исламских имен, иранских имен и в остальных частях армянской эпикрафики, в остальных частях Армении можно увидеть. Азбаджастам в своих трудах переписывают памятники армянского зодчества к албанской традиции. Я сам столкнулся с этим, когда подготовил к печати книгу Иосифа Орбели надписи Гандзасара и Аводс Патука. Как многие из вас знают, Гандзасар и гандзасарский католикосад находят царе. До того, как перейти к сути дела, я лишь скажу, что уже к 13-14 веку титул албанский католикос был пережиточным, остаточным, и они носили этот титул армяне и управляли арцарской пастрой, а также армянской пастрой на территории нынешнего Азербайджана. Так, в 12-13 веках в Арцахе, в Нагорном Карабахе, в местности Хачин возникло армянское феодальное княжество. И очень известный князь есть Асан Джалал Дола, который правил в 13-м веке, он потомок армянских князей. Хочу лишь добавить, что вот, например, азербайджанские историки говорят, что это албанец. Но историк Петрушевский в своей книге «Очерки по истории феодальных отношений в Азербайджане и в Армении» писал, что Асан Джалалян происходил из знатной армянской фамилии наследственных миликов округа Хачин в Нагорной части Карабаха, населенной армянами. Про то, что Хачин и правящий род и местное население армянского писали армянское писали также историки Якобсен, Роберт Тонсон и другие. Хорошо. Как я уже говорил, в XIV веке монастырь стал резидентом албанского католикосата армянской церкви. Про это опять-таки пишет историк Петрушевский и он говорит, регион был населен армянами и термина «Афгания» или «Афгански» не имели какой-либо этнического смысла, являлись лишь результатом консервативности церковной традиции и были пережиточны. Были пережиточны. То есть титул австалца использовали можно сказать епископы арцарской епархии как традицию, как данность. До 1815 года в Ганзасах была резиденция албанских армянских католикосов, когда по распоряжению российских властей афганский католикосат был преобразован в метрополию, а затем с 1857 года разделен на две епархии – Карабахскую и Шемахинскую. В свое время в начале 18 века в 1701 году к Петру Великому из Ганзаса писали письма местные католикосы армянские, как, например, Есаи Хасан Джалалян, рукопись которого сохранилась по сей день на Пенадаране. Еще я хотел бы сказать про одно обвинение азербайджанской стороны якобы после того, как албанский гандзасарский католикоса был упразднен, Эчмиатинский престол взял к себе весь архив и переписал на армянском и вот азербайджанские тексты, албанские тексты, извиняюсь, все уничтожил. Чтобы поняли, какой трудоемкий был бы этот процесс, если бы он был бы, то тексты, архивные рукописные материалы гандзасарского католикосата измеряются тысячами листами и все, конечно же, на староармянском или перемешанном армянском сарцарским диалектом. последние дни недели очень ряно азербайджанцы говорят про Дады Иванг. Дады Иванг, я не буду говорить про эпиграфику Дады Иванг, которая сплошь армянская, я лишь скажу про Николая Чудотворца, который сохранился на стенах Дады Иванг, надпись она 13 века и по надписью армянская и по надписью можно судить, что это одна из древнейших сохранившихся до наших дней на сценах картин с Николаем Чудотворцем. Насчет армянского наследия и армянской церкви, я думаю, что те церкви, которые в труднодоступных местах и которые не особо известны, будут уничтожены или разграблены. Есть еще один такой вариант. Сейчас на Западной Армении Турция на государственном уровне уже не разрушает армянское наследие, оно и не мешает местным култам, златоискателям, чтобы они грабили, взрывали для легкой добычи, для золота. И это тоже можно считать государственной стратегией по уничтожению армянского наследия. Думаю, кроме известных армянских монастырей, как сейчас Тицернаванг, Дадиванг, Амарас, Гандзасар, там еще есть монастырь Метеран Святой Иаков или Гаков. Все остальные монастыри той или иной степени будут разрушены и разграблены. Гандзасар же у нас, Гандзасар же у нас. Гандзасар же у нас, но по сведениям он особо так и не охраняется сейчас. и очень ну Гандзасар это под нашим контролем. Да, да, пока что. И через пять лет что будет, это тоже неизвестно. То есть наследие армянское и албамизация этого наследия и уничтожение этого наследия это актуально, это большая огромная рана не только для армянского народа, но и для мировой культуры и мировой науки. Рад был бы ответить и на ваши вопросы, если пока вы имеете. Тема очень широкая. У нее есть исторический аспект, религиозный, религинистический, у нее есть вполне в нашем преломлении гражданские аспекты, то, что мы сегодня чувствуем так болезненно, это и следствие агрессии, и следствие того, что огромное количество наших памятников осталось на оккупированных территориях и безусловно это то наследие, которое не должно быть ни уничтожено, ни до армянизировано. То есть у нас вполне четкие задачи, это мое мнение на этот счет. Не знаю, как это выполнить, очень сложно иметь дело с людьми, которые мешают эти вопросы на принципиально и моем уровне от игорной дипломатии до каких-то агрессий, внедрений. Я вспоминаю одну из выставок ЮНЕСКО, которая была посвящена уже разрушенным армянским памятникам в регионе в регионе Западказе и устроители выставки, организаторы выставки ходили и снимали карточки под фотографиями, где была указана локация этих мест. То есть никто не должен был видеть, что это Азербайджан. То есть есть речь о таком уровне откупа какие-то вопросы, комментарии, дополнения. Когда я говорил про полимцесты, которые были найдены на монастыре Святой Екатерины, там в этих рукописях, когда нашелся этот тайник со множественными рукописями, в грузинских рукописях не позднее 10 века на грузинском языке говорилось прород Мецкев-Нелэй, который один из районов Арцаха, Мецквенг или Мецкуэнг. Это и в армянских источниках есть этот Гавар, то есть маленькая местность и вот мы видим, что и в грузинских источниках есть. То есть все эти сведения очень взаимосвязаны и в грузинских рукописях есть эти данные и в армянских рукописях есть эти данные. Как вы уже говорили, академическая наука останется на своем месте. И насчет памятников, что особенно для меня в личном плане тяжело, под господством Азербайджана сейчас находится храм Титерна-Банк 4-го, 5-го, максимум 6-го века, который по своим архитектурным параметрам был основан на языческом храме, как и многие армянские древние церкви, которые существовали с 4-го, 5-го века. Ну, а теперь вопросы, если есть. Буду рад ответить. Большое спасибо за конференцию, Виктория, Горник, Айк, очень востребована вот сейчас особенно эта тема. Я хотел задать вот какой вопрос по поводу того же Додиванка. Сейчас вот недавно прошла служба представителей Удинской общины в Додиванке. И, ну, так вот, если смотреть просто по тому, что пишут в азербайджанских СМИ, достаточно намеренно вбивается клин между как бы Удинской общиной и Армянской. То есть, по большому счету, Удинская православная община, она сейчас относится к РПЦ. И недавно тоже было заявление пресс-секретаря Бакинской епархии РПЦ о том, что армяне, армян, собственно, нет в Арцахе своих монастырей, то есть, все это захвачено. Вот, как вы считаете, что сейчас можно делать для того, чтобы, ну, условно говоря, противодействовать вот этому вклиниванию между двумя общинами, что можно делать на уровне церковном, что можно делать на уровне научном, потому что, ну, сейчас просто по моей оценке проводится просто политика разделяя и властвует. Спасибо огромное. Спасибо и вам, спасибо за вопрос. Ну, первое, что надо делать, это попросить господина Асатриана, чтобы в институте востоковедения преподавали удинский язык. А насчет последующих ответов вашего вопроса. В Армении есть удины, они или арменизированы, или принадлежат русской православной церкви. Я встречался два раза с удинами Азербайджана в Табилиси на конференциях. год назад на Пятом международном конгрессе Кавказа-Вета глава Удин Азербайджана Мобили прочел доклад, но доклад назвать докладом не надо, потому что это были просто потоки слов. И он представил типичную армянскую церковь 19 века как удинскую, албанскую с армянской надписью якобы древнее албанское письмо. Я после того, как должны были задавать вопросы, сказал, пожалуйста, я, видимо, знаю албанский потому, что я смогу прочесть это и перевести для грузинских и остальных коллег. Что касается что можно делать? Во-первых, преподавать, развиваться, учить, не злиться, не озлобляться на удин, а не в плену, а некоторые их главари просто за 30 серебряников готовы на все. На церковном плане к сожалению или к счастью не знаю, это не моя компетенция, думаю, надо нашему католикосу патриарху поговорить с патриархом русским, с Кириллом и решить этот вопрос как-то, чтобы церковники не вмешивались, но если я не ошибаюсь, православную армянскую паству руководит митрополит Аллазки, но он же не делает заявление, что армяне правы и должны победить и что там нету албанского или азербайджанского и что азербайджанцы не имеют никаких прав. То есть надо, чтобы в этих деликатных вопросах просто не вмешивались. Они очень малочисленные, их используют и пока там в школах говорят про нацистов армян, головы которых надо рубить ятаганом, многого требовать от Удин там нельзя. Они и в Ахтамаре были, этот убили со своими людьми и входили в Алтай, совершили на азербайджанском какую-то ересь на подобию ритуала и в Дабиванке. Эти провокации будут продолжены и если не будут противодействия с нашей стороны, они добьются своего. На мой взгляд, нужно разграничить две стороны вопроса. Как правильно отметил Гайк, одна сторона академическая, она никуда не денется, не будем сейчас ее эксплуатировать в данном плане. Она не должна исчезнуть, мы должны работать в этом направлении. Другая сторона связана с тем, что происходит прямо сейчас в Дадиванке. И здесь есть несколько сторон. От того, что в монастык Дадиванк пришла некая группа людей, христиан, называющихся христианами или реально христиан, потому что среди стоящих там были люди в рясах, которые не знали, что такое крестное знамение. Я вот лично очень легко найти этот ролик в интернете, когда человек вместо крестного знамения делает треугольник, то есть лоб по одному плечу и по другому плечу. То есть оставим в стороне вот такие нюансы, что там стоял, в реакции, может быть, это были какие-то службисты, но факт это и вот такого молебна был. Нет ничего страшного в том, что кто-то пришел, христианин пришел и вот совершил молебен до диванки. Ради Бога мы тут можем проявить абсолютную терпимость к происходящему. То, что касается опять-таки собственного удин, действительно люди находятся в очень щепетильной ситуации. Правда, они стали более чем серьезную верноходность демонстрируют сегодня азербайджанскому правительству. Это понятно по многим вопросам. И в силу той опасности, которую вы над ними нависло, обнаружив они хоть какое-то отношение к армянам. И в силу того, что это хорошо проплачиваемое дело, понимаете, это все финансируется как витрина, как я уже сказала. Но совершенно согласна с Гайком. Здесь должна быть озвучена позиция армянской апостольской церкви с опасением от деарменизации культурного наследия в регионе и позиция православной церкви. Могу порекомендовать, я сама человек православный, мне очень трудно об этом говорить. Поэтому я сошлюсь на интервью протеерея Владимира, настоятеля русской православной церкви в Армении, благочинным патриаршем прихода в Армении, настоятелем храма Покрова Пресвятой Богородицы и Преснодела Марии в Канакере, протеереем Арсением Григорянцем. В его замечательном интервью на Красной весне, которое так и называется, «Зачем выдумывать древних украф в Азербайджане». Отец Арсений пытается разобраться, какие причины движут именно православными священниками в Баку, в частности, пресс-секретарем Бакинского прихода, когда он достаточно жестко высказывается и в адрес армянской, и в адрес армянского духовного наследия. Он выделяет два момента. С одной стороны, это тоталитарная власть в Баку, где вести себя иначе. Это означает подвергать опасности не только свою личную жизнь, но и жизни членов общины. Второе, это вопрос финансовый. К сожалению, это тоже приходится артикулировать, хотя я не думаю, что это, на мой взгляд, должно стать аргументом, когда речь идет о христианстве, но тем не менее, этот аргумент существует финансирование православной церкви Азербайджанской епархии, Бакинской епархии. Но то, что люди, которые выступают от имени Азербайджанской епархии, не просто констатируют какой-то факт и констатируют от них в нейтральной некой форме, а откровенно выслуживаются перед властями, это совершенно очевидно. Отнесено, так сказать, к личным качествам людей, которые выступают. Мне трудно придумать что-то. Другой вопрос, что вот на сайте Азербайджанской епархии в разделе, если я не ошибаюсь, литература, вы найдете совершенно одиозную ссылку на диссерпацию некоего, если я не ошибаюсь, иеромонаха Алексея Никонорова, защищенного в 2004 году в Москве. Отец Арсений в интервью говорит и о ней, обсужд даже в том, что диссертация по истории защищается на предмет богословия. В общем-то, противоречит множество, и только нормальный межцерковный активный диалог со-работа по сохранению общих христианского, я бы сказала, наследия, речь очень часто идет об очень ранних христианских памятниках, только этот диалог активный и со-работа могут дать какой-то конкретный результат. Если вы спрашиваете моего личного мнения, я понимаю, что в случае с одной стороны как Азербайджан ни МНЕСКО, ни призывы каких-то международных организаций, ни даже возможное обращение лидеров духовных России или Европы не дадут никакого эффекта. Вот это моё личное мнение. Азербайджан превышается совершенно другого уровня, другими методами, поэтому, на мой взгляд, земли, на которых эти памятники расположены, они должны рано или поздно вернуться в сорта Хорца, Армении, как угодно называть это, по крайней мере, то, что вот было утрачено Армении в результате последних. Я уже не говорю об остальном. Ну, азербайджан, это, как сказать, моё частное мнение. Просто я понимаю, что в случае с Азербайджаном рычагов нет. Это тот режим, по всякому случаю, речь же в армении, в режиме я не знаю, может в Азербайджане что-то измениться, на что я мало рассчитываю. Это тот режим, который абсолютно, совершенно спокойно игнорирует любые призывы на любом уровне и готов решить свои вопросы тоже, в общем, всеми возможными методами. И форме дипломатии, прежде всего, огромными положениями финансовыми, сохранения христианского наследия где угодно, потому что, как я уже сказала, проблема не только с живущими рядом с христианами, а восстанавливать христианские храмы в Европе или где-то еще это Белый Баджан и Макабула. То есть, это очень выверенная политика, такой скрытой агрессии, которая идет параллельно с агрессией, то, что мы сегодня испытали на себя. Это моё мнение. Спасибо. Можно, на слово я скажу? Можно, Мальмя? Ну, я, 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 как раз присоединяюсь к словам, которые, вот, высказаны им в Виктории насчет, вот, позиции православной церкви, Бакинской епархии, в частности. Вот, потому что мы понимаем, вот наш патриарх в Константинополе выступает, значит, всегда, даже благословляет турецкую армию, даже благословляет Эрдогана. Мы понимаем, что это он вынужденно делает. Это действительно вынужденно он делает. а выступление, значит, пресс-секретаря Бакинской епархии, в частности, даже главы Бакинской епархии, здесь даже не пахнет таким, здесь они от сердца говорят. Я вот слушал подробно выступление этого секретаря, он даже жестче, чем Алиев оценивает ситуацию с Арменией, с армянскими, вообще армяне разрушают церкви, армяне, нет, разрушают мечети, говорит, а вот азербайджанцы, наоборот, сохраняют церкви и так далее. В общем, такой ерес он сказал и несколько раз повторил это все, потом показали в разных версиях этого выступления есть, можете посмотреть, если хотите. И глава епархии тоже выступил в таком же ключе, может быть, что-то по-другому. То есть, я думаю, Виктория, вопрос в том, что я не знаю, насколько существует иерархия в церковной иерархии, допустим, как посольство выступает, естественно, согласовывает все с правительством или с Министерством иностранных дел. Насколько Бакинская епархия согласовывает свои выступления с синодом или с патриархом, значит, православным патриархом Кирилем, я не знаю, или там его аппаратом. Насколько это, они согласовывают или нет, или от души говорят просто так, что хотят, не знаю. Во всяком случае, здесь роль православной церкви по отношению к Удин тоже в связи с этими последними событиями тоже не очень благовидно, не очень благовидно. Часть Удин, конечно, то есть сейчас Удины, те, которые христиане, не так много их, они живут только в одной деревне, насколько я знаю, деревне Ниж или Ниди, вот. Их используют как какой-то, ну, типа, вы знаете, там был колхоз в одно время Эмилия Ленина, когда показывали всех там туда в советское время колхозы Милия Ленина. Сейчас в Ниж показывают, насколько вот Азербайджан толерантное государство. Это всем, всех выдают туда и показывают. Это понятно. И не надо злиться на Удин, они бедные, действительно, они. У них есть, конечно, группа коллаборационистов, которые с советского времени работают. Был такой, если вы помните, человек, раньше он назывался Ворошил Хукасян, а потом стал Хукасян Ворошиль. И был прихвостем этого, прихвостем такого псевдоакадемика Зия Бунятова, значит, фальсификатора Большого. И он, я переводил армянские тексты для него, там они фальсифицировали, там какие-то вставки делали в тексте, снимали какие-то обороты или там пассажи из армянских текстов. В общем, творили, что хотели. Вот, значит, вот вообще для чего мы собрались-то? Это все, что мы говорим, это все известно. И ничего нового мы не можем говорить, сказать о будинском или о албанских полипсестах и так далее. Это если бы я хотел, или было в научнии, я бы пригласил Йосте Гиперта, он бы сделал подробнее, значит, отчет о том, как они дешифровали и расчифровали вот этот албанский полипсест, на основе чего покойный Волганг Шульц и умер, но он тоже вот, это все действительно на основе удинского. Удинский один из лезгинских диалектов. Ну, видимо, всего, ближе всего похоже на, или там во всяком случае, может быть, прямое продолжение так называемого литературного койне, на котором и составлен был, значит, религиозный кодекс, который перевели на албанский. Судя по всему, это так было, потому что, значит, очень много параллелей непосредственно из удинского, на основе удинского расчифровали текст, а не на основе лезгинского или табасаранского или другого лезгинского языка. То есть, удинский это действительно отголосок, если можно так сказать, или реликта такого койне альбанского койне, на котором, в общем-то, был составлен этот кодекс, ну, отрывки которого сохранились до сих пор, как раз в этом полицестве. Это так. И то, что сказал Хайк, действительно, мы, я намерен как раз открыть, может быть, со следующего года кавказоведение у нас и в основном лезгиноведение. И там, в этом русле, в этом формате мы ведем преподавание удинского языка. И, кстати, очень интересно, что грамматика удинского написал один из выдающихся представителей армянского освободительного движения, которого упомянула Виктория Саркиску-Кунян в Петербурге. Очень интересно. Удиния – это часть армянского народа. Если вот удинское, значит, кладбище, удинском кладбище в этом, в ниже, в ниже, это все надписи на армянском языке. Все надписи на армянском языке. И имена, все, он мастиком полностью армянский. Там, Ованес, Погос, Петров, Ованесиан и так далее. То есть, армянина от удина отличить невозможно. И действительно, смешанных браков там не считались смешанными браками. И там, брак с удином, это как, значит, ереванец женится на, допустим, гюмринке, или на, значит, девушке из Звонадзора. Это один и тот же народ. Но сейчас они на основе вот этого маленького, значит, ну, отголовок, маленького такого, маленькой части удинского народа, которое, в общем-то, сохранилось в лице вот этих бедных жителей села Ниж, хотят построить себе огромные, значит, там, теорию об Альбано-Удинской церкви и, естественно, все вот армянское христианское наследие присвоят. Но, действительно, это им не удастся. Или там, во всяком случае, они сделают только в отношении некоторых знаковых, типа, отецернованка, дадиванка и так далее. Но, остальные обречены, к сожалению, остальные церкви, которые остались на этой территории, они обречены. Ранее-поздно будут они уничтожили. Может быть, не прямо, но население возьмет, как в Западной Армении, они что делают? Они берут, разрушают эти камни, используют для стройки домов, там, хлев даже там строят. И смотришь, там дом стоит, и вдруг там крест, камень, крест там. Турции, когда ездишь туда, то посмотрите, в деревнях там есть, везде, везде, где или церкви, там такие дома есть. То есть, мы сейчас, что мы должны делать? Я думаю, армянские кинематографисты должны по поводу вот этого последнего, вот этой, вакханалии, когда они устроили по отношению к дадиванку, во-первых, надо действительно есть, в этом, в записи, там они и сняли, это все показать красиво на русском языке выпустит какой-то фильм об так называемых в кавишках альбано-удинской церкви. Дело в том, что к моему вязчему, к сожалению, так касающиеся Армении, армянской истории и армянского народа, фальсификации и так далее, исключительно существуют в русскоязычной среде и в постсоветском пространстве. Это очень интересно. Есть академическая наука, которая развивается на английском, французском, немецком, итальянском и так далее, и которым, значит, вообще смешно об этом. И есть академическая наука на русском языке тоже, но к великому, сожалению, параллельно с этим в русскоязычной среде даже в академических учреждениях сейчас, ну вот если это проникло в РПЦ, уже что, что ожидать, завтра и в МГУ будет это, и в Санкт-Петербургском университете, или в других местах, или в Академии наук. То есть это все идет. Неужели? Удивительно, я удивляюсь, вот это, вот это, это, ну непонятно. Русская традиция, значит, академическая, не хуже, или, чем даже на многих, во многих отношениях даже лучше и более фундаментальной, чем, допустим, на английском языке такая академическая востоковическая литература, поверьте мне. На русском более фундаментальной. Но именно на почве русского возникают такие вещи русского языка. И они, они имеют хождение. В академических, вот, пожалуйста, вот Виктория сказала, защита диссертации в этом, значит, по теологии. Тоже основана. Я не знаю, неужели это икорная дипломатия или деньги и так далее действуют и в церковной среде. Ну это, по-моему, русская православная церковь имеет много, да сейчас, много должны провести работу по этому направлению. Это действительно, вот здесь присутствует очень уважаемый мною иеромонах Давид Абрамян. Я бы просил, чтобы вот наша здешняя лебнеепархия, как это называется, приход, да, чтобы довели до синода священного в Москве, что так нельзя вести себя. Церковным лицам так нельзя вести себя. Я говорю, наш патриарх в Константинополе выступает и благословляет Эрдогана. Но он делает таким видом и так, что видно, что они выполняют определенный заказ. Но представитель Бакинской епархии, мужик, выступает с таким жаром, говорит, и так просто выступает, и так, что соловьем заливается и даже сам добавляет какие-то детали и так далее. Видно, что от всего сердца говорит. Это очень плохо. Очень плохо. Мне кажется, вот действительно эти вопросы надо держать в точке внимания и надо всем работать. И, как сказала Виктория, эти земли и эти наши наследия могут сохраниться исключительно в нашей территории. То есть надо думать в будущем о том, как эти территории должны вернуться на Лоно назначить своей родине матери. Вот это очень важно. А что касается академической части, я действительно сделаю это. В рамках лезвиноведения или кавказоведения, лезвиноведения. Мы ведем и курс уддийского языка, и историю уддийского народа, уддийского фольклора. Благо, не так много литературы. Мы постараемся что-нибудь сделать и дать общее понимание или общее знание хотя бы этой литературе. В частности, чтение полимсеста. Это очень важно. Я попрошу как раз и Йоскиперд сделают, помогут нам и Гайк сам. В общем, вот так. Спасибо большое. Армянская и Удинская община тоже могла бы что-то предпринять. и я знаком... Не могли, не могли, да, Гайк, они не могли бы ничего делать. Я знаком с некоторыми представителями этой общины. Если их помочь, может быть, и могли. Что касается того, что, как и господин Асатарян говорил, не надо винить Удин Азербайджана, конечно же, не надо винить. Вот он очень правильно принес пример армянского патриархата Костантинопольского. Так вот, главные турецкие праздники на улицах Стамбула. Если вы видите турецкие флаги на окнах, то знаете, что это христиане. Армяне, ассирийцы, греки. Все это понятно. То есть нам незачем злиться на Удин. Они дети и сыновья армянской апостольской церкви. и рано или поздно они вернутся. Просто надо работать в этом направлении. Потому что если армянская апостольская церковь или армяне хотели бы их армянизировать, это было бы уже давным-давно. армянская армянская еще очень интересный вопрос. Вот если бы у нас было государство нормальное, которое есть соответствующие национальные разрабатываются национальные планы, национальные проекты, то я бы например выделить на это несколько миллионов долларов. Армяне могло бы выделить несколько миллионов, а переселение ниже оттуда и дать им какую-то хорошую деревню в Армении, в самой Армении или в Арцахе. И они бы переселились туда, обязательно переселились бы туда. И создать действительно развивать удинскую культуру уже в рамках армянской апостольской церкви и альбанской церкви. Ну альбанская я имею ввиду, поскольку они там чады как говорится нашей церкви. Ну да, в этом контексте вы правы. Что касается албанской церкви, она сейчас прописана в Министерстве юстиции Азербайджана. Это фикция. С мобили устраивают какие-то фотосессии с папой римскими и другими церковными и около церковными представителями. Что касается переселения удин, я вообще за переселение христиан ближнего востока в Армению. Именно христиан, только христиан, потому что я в этом вижу национальную безопасность нашей страны. И нашу миссию, и миссию нашего народа. И миссию нашего народа. Потом еще один термин, очень важный, извините, насчет албанской церкви термин. Ахманицка туйкусутюн. Ахманицка туйкусутюн. Это вы очень хорошо подметили. Это надо четко сказать, в конце концов, может быть, в одной статье говорить об архаизации церковной традиции армянской и армянской письменной традиции. Армянские тексты даже архаизировали армянские писатели, цепковные писатели. Архаизировали даже терминологии этноними. Вот, например, о курдах, когда они писали, говорили, что это медийцы. О джагатаях они писали, что это скифи. Очень интересно. То есть, все архаизировали. Естественно, что албанская церковь, Ахманицка туйкусутюн, когда была вот эта действительно туйкусутюн Ахманиц. И дальше эта традиция продолжалась уже. Но когда это вообще не было ничего, не имело в себе албанского. Вот это все озерец не понимают. Они что там нам надо вот это четко по-русски писать. Я опять говорю, не надо писать на английском, на немецком. Англоязычные авторы это все понимают. По-русски надо писать, чтобы в этом русском огромном пространстве русскоязычном, которое подвержено это пространство, которое подвержено бакинским и корнем каким-то возлиянием, чтобы в конце до конца понимали это все. Я подумаю над вашим предложением. Это очень важно. Ахванец, которые дураки, это просто традиция армянская. Там альбанцы были, что ли? Да. У нас же были ванские католикосат тоже. Ванец, который кушетчен. Там ванцы были, что ли? Да, до 1890 Ну вот, еще был один отдельный народ там ван? Конечно же нет. Как сейчас католикосат. Это, кстати, очень правильное замечание, который не автокефальный, который валит свое мир, у которого свой католикос, который избирается своими иерархами, но он не автокефальный. Так и албанский католикосат, и когда был албанским, и когда это название лишь было пережиточным, оно подчинялось всегда армянской апостольской церкви. Были, конечно, восстания против этой власти, и, конечно, они подавились, но подавались, но она не была никогда автокефальной. Вот так. Прекрасно. Спасибо. Да, это актуальный момент, кстати говоря, когда идет речь об архаизации термина, или о его исключительно географическом преломлении, интерпретируется для профанного читателя, для человека, который получает эту информацию из медиа, как некая вот такая автокефальная албанская албанская католика санта. Ну, если никаких вопросов, замечаний, дополнений нет, тема, в общем-то, затронута, можно сказать. Нельзя сказать, что она полностью была покрыта, но затронута и актуализирована, потому что вопрос действительно очень болезненный, очень актуальный в тех реалиях, в которых мы сегодня оказались. я благодарю Гайка Купиана за его участие, за то, что он согласился принять участие в нашей встрече. Я надеюсь, мы продолжим серию этих встреч. Как я уже сказала, через неделю мы встретимся с Аршаком Куладяном, профессором, доктором наук, арабистом. Поговорим об участии боевиков в конфликтах на Ближнем Востоке и Закавказе. Нет, просто об этих боевиках в Сирии. В Сирии прежде всего. Но тема будет более широкая. Дальше я надеюсь пригласить прекрасного специалиста по энергетике и обсудить проблемы энергетики, с которыми столкнулось население Арцаха, поскольку 30 из 36 электростанций остались на оккупированных территориях. И вообще о тех вызовах в области энергетики, которые стоят перед Арменией и Арцахом на ближайшее будущее. Очень важная актуальная тема. Большое спасибо всем, кто сегодня принял участие. Очень рада была всех видеть. И я очень надеюсь, что мы будем встречаться с вами теперь на более регулярной основе, до тех пор, пока у нас не появится шанс собираться в Институте Востоковедения РАУ в рамках нашего клуба Селиндепити. Спасибо огромное. До свидания. И вам большое спасибо за приглашение, за терпение и за интересную встречу. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое всем. До свидания. До свидания. Спасибо. Спасибо. Спасибо.